Вы слушаете «Утро на Болткоме» В Дубае в рамках Экспо-2020 проходит выставка, и там с миссией находятся представители Латвии, а выставка вот эта вот в Дубае посвящена космическим технологиям, и она собрала около 6 тысяч представителей отрасли со всего мира, и о том, что там делают наши представители, чем космос может быть полезен Латвии, чем он нам интересен. И так ясно, об этом мы побеседуем с замдиректора ЛИА, латвийского агентства инвестиций и развития Ивета, с трубкой Ивета находится как раз на месте событий в Дубае. Доброе утро, Ивета. Доброе утро. Ну, во-первых, как погода? У нас плюс 4 и пасмурно. У нас около 30 градусов и ясное небо. Космос виден при ясном небе? Космос, кстати, если говорить о космосе, то из терраса нашего павильона, павильона Латвии, очень хорошо по вечерам виден шоу дронов, который каждый вечер показывает китайский павильон. Жалко, что не латвийские дроны там летают, потому что латвийские дроны, в принципе, могли бы. А вот еще такой вопрос. В Дубае, говорят, открыли самое большое в мире колесо обозрения, вот это Айн Дубай. Вы его уже видели, посещали? Друзья проинформировали, что колесо открылось, но я не поклонник таких развлечений, поскольку немножко боюсь высоты. Честно говоря, я разделяю ваши опасения, ваши страхи, но спасибо, что подтвердили правдивость информации, которая звучит по радио Болтком и, конечно же, потом появляется на портале Микс Нью Слэ. Просто полчаса назад буквально я упомянул об этом событии и, пользуясь случаем, захотелось проверить. Ну, что ж, немножко размялись, Ива, так, к делу. На самом деле, насколько представительна делегация Латвии в Дубае и чем мы там занимаемся? Чем эта выставка интересна и какую пользу принесет для страны, для латвийских предпринимателей в том числе? Да, космическая торговая миссия проходит параллельно с Международным астронавтическим конгрессом. И действительно, как вы говорили, мероприятие собирает более 6 тысяч представителей космической индустрии со всего мира. Латвию в торговой миссии представляют Латвийская ассоциация космической индустрии, Латвийский государственный институт химии и древесины, Институт физики твердого тела Латвийского университета, Венспилский международный радиоастронавтический центр и также компании 2AM, Allatern, Aventus и Mission Space. Если вообще говорить целиком о нашей отрасли космической индустрии, она не очень велика, пока она начисляет немножко более 20 компаний. Почему очень важно наше участие на этих мероприятиях? Это первый раз, когда латвийские компании отправляются в мир со своим космическим опытом, и впервые они участвуют в конгрессе астронавтики, который является крупнейшим событием в этой отрасли. Наша задача здесь довольно прагматична, это искать партнеров, искать партнеров для разработки новых технологий, также для развития экспортных рынков. Хочу также рассказать, что Латвию на одной из сессий космической недели представляла Ксения Москаленко, основательница Mission Space. Это первая частная компания, принявшая участие в коммерческих исследованиях космической отрасли, и, конечно, госпожа Москаленко очень хорошо выступила, ее услышали главные игроки этой отрасли, и можно сказать, что она нам помогла Латвию поставить на всемирной карте этой отрасли. Скажите, пожалуйста, насколько мы конкурентно способны на общем фоне? Ну, все-таки Латвия принято считать маленькое государство, и многие даже жители Латвии с достаточным скепсисом относятся к нашим возможностям на мировой арене. Тем не менее, мы участвуем в таком мероприятии. Вы перечислили, ну, прям заявка такая, звучит, по крайней мере, солидно и уважительно. Ну, наверное, мы иногда недооцениваем свои возможности и разработки. Конечно, есть потенциал, и, наверное, тоже уже слышали, что летом прошлого года Латвия присоединилась к Европейскому космическому агентству в качестве ассоциированного члена. Это тоже очень хороший показатель, который также дает нам дополнительные возможности и к доступу к данным, и к разным исследованиям, и вообще базе, которая собирается в этой отрасли. И, конечно, это позволяет развивать новые технологии. Что касается интереса, можно сказать, что участие наших компаний исследовательных институтов было очень благополучным. И также хочу отметить, что глава космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов проявил активный интерес к достижениям латвийской космической, космических компаний и даже посетил наш павильон, что очень такой хороший показатель и действительно показывает, что мы можем заинтересовать своими разработками. И также состоялся целый ряд встреч с представителями славянской и словацкой космической промышленности. И также наши компании посетили Центр космоса в Дубае. Я напомню, мы беседуем с замдиректора ЛИЯ, латвийского агентства инвестиций и развитий, и в этой струбкой. И речь идёт об участии латвийской делегации на космической выставке в рамках Экспо-2020 в Дубае. Скажите, господин Струбкая, какие есть примеры нашего участия в космической экономике? Ну, наверное, здесь хочу отметить, вообще, конечно, если так смотреть в общем и целом, то, конечно, развитие технологий для использования на Земле и их адаптация к требованиям космоса – это вообще большой потенциал. И, конечно, спутниковая навигация и наблюдение Земли является дополнительными технологиями и совместимы с другими цифровыми технологиями, в которых мы очень сильны, как, например, это интернет вещей, аналитика больших данных, мобильные электронные сети пятого поколения, это искусственный интеллект, другие цифровые технологии. Хочу здесь, наверное, еще привести такой пример, который очень заинтересовал всех, с кем мы встречались и общались. В нашей делегации есть такая небольшая компания 2AM, которая позволяет делать 3D-принты в невысомом состоянии, что очень интересно, конечно, для космической индустрии. Какие-то еще, возможно, примеры? Конкретные примеры, конечно, это также разработки, которые есть у Mission Space. И здесь, наверное, тоже стоит отметить, что мы ориентируемся также на анализ разных данных, на анализ и разработку новых материалов и технологий для их применения в космосе. И здесь, наверное, стоит отметить те разработки и те направления, в которые работает и Институт химии древесины, и также Институт твердого тела. И, конечно, это разные наблюдения, которые может и делает уже Венспольский международный радиостроэнергетический центр. Я напомню, вы можете, уважаемые радиослушатели, участвовать в нашем эфире довольно активно. Телефоны прямого эфира 6721-2939, 6721-3939, а также номер WhatsApp для смс-ок 2306191. Возвращаясь к теме, вот такой факт считается, что к 2040 году космическая отрасль, или именно космическая экономика, ее объем будет оцениваться в 1 триллион долларов США в год. Ну, для сравнения, сейчас 350 миллиардов тоже много, но все-таки не триллионы ноликов-то, значительно больше. И мы общаемся с замдиректором Латвийского агентства инвестиций и развития, Ивэтэй, с трубкой, которая находится в Дубае, где участвует на латвийском стенде космической выставки в рамках Экспо-2020. Ивэтэн, ведь космическая экономика – это не только связь Земля-космос, но и наоборот, космос-Земля. Да, то есть космические технологии вполне себе применимы в земных условиях, в том же самом сельском хозяйстве, не знаю, предсказывания погоды. Какие еще сферы развиваются на Земле благодаря космосу? Да, конечно, космические данные и в настоящее время уже широко используются в таких отраслях, так как наблюдение за изменениями климата, это также наблюдение за лесами, морями, за таянием ледников, это измерение качества воздуха, химического состава, это также разные технологии, которые предназначены для умного сельского хозяйства, это организация умного авиасообщения, морского транспорта, также, конечно, это охрана и безопасность. Еще прозвучало при подготовке этой латвийской миссии к выставке в Дубае, что особую роль в космической экономике отводится женщинам. Могли бы вы пояснить, о чем идет речь в этом смысле? Ну, если так смотреть, то и в нашей делегации они неплохо представлены, уже упомянула госпожа Ксения Москаленко, которая участвовала, выступала на одной из сессий космической недели, и это действительно очень, скажем так, экспо 200 тысяч 20, конечно, также делает и упор на участие женщины в разных событиях экономики и разных достижениях мировой экономики. И если смотреть в таком плане, то, конечно, мы можем и в этом плане себя хорошо показать, хотя если смотреть более широко, то, например, и сравнить это с нашим IT-сектором, то здесь женщины очень хорошо всегда были в Латвии представлены. И вообще, наверное, Латвия одна из тех стран, где довольно высокий процент женщин, которые занимают очень важные и ведущие позиции, как и в частном, так и в государственном секторе. – Спасибо, интересно. А еще один такой вопрос. Я так понимаю, среди участников, среди делегатов присутствует Паул Сирбинс, руководитель Латвийской ассоциации космической индустрии, да, президент? – Да, все верно. – Просто, насколько мне известно, он участвует вот в этом общеевропейском конкурсе. Отбор космонавтов ведется. И он уже прям вышел в финал, один из двух участников от Латвии, насколько мне известно. В этой связи, вообще, в принципе, как планируется наше латвийское присутствие в космосе? Ну вот, Паул Сирбинс, надеемся, что ему доведется полететь на какой-нибудь ракете, какие-то спутники планируются ли запускать, зонды, не знаю, полететь, поработать на МКС, вот какого-то такого действительно космического масштаба сотрудничества обсуждается ли, планируется ли? – Да, я, конечно, тоже очень надеюсь, что у Паул Сирбина все получится. И он действительно будет, если не первым, то одним из первых латышей в космосе. И я также уверена, что если не говорить только о людях, которые смогут полететь в космос, и, как мы видим, в последнее время таких случаев становится все больше и больше, что обязательно и наши технологии, и наши разработки будут в космосе, что, конечно, очень важно для нас как страны, и что очень важно для нашей экономики. – Да, спасибо. Нам начинают поступать вопросы из прямого эфира. Ну, я имею в виду WhatsApp в основном, и нам пишут. Так-так-так-так-так-так. Есть ли спрос у частного бизнеса, я так понимаю, на вот эти вот космические разработки? Кто покрывает ваши расходы? Очевидно, имеется в виду работа делегации. Ну, предположу, что государственный бюджет. Есть ли доходы? Давайте, да, сосредоточимся. Вот есть ли спрос у частного бизнеса, и есть ли доходы, связанные вот как раз с космическими разработками? Конечно, ну, наверное, не секрет, что космическая вообще отрасль как такова. В ней очень большую роль играет и государство. Как государство, так и разные исследовательные институции, и всемирные организации, и частные компании, только часть из них. И, конечно, мы делаем свои первые шаги, чтобы действительно участвовать в этих проектах и также получить выгоду от участия в этих проектах. Интерес, да, конечно, есть. То, что я уже упомянула, это, например, интерес к этим 3D-принтам, которые можно проводить в невысомом состоянии. Также все эти обработка всех данных, которые уже проводятся, и будет, наверное, эта отрасль еще развиваться. И здесь, конечно, могут участвовать не только компании, которые занимаются только космической индустрией. Я думаю, что здесь открываются хорошие возможности и для компаний, которые вообще работают в IT-инфраструктуре. Мы также говорили о дронах. В нашем павильоне, в павильоне Латвии на Экспо-2020, также представлены дроны, которые можно использовать в разных наблюдениях, как и для безопасности организации автотранспорта, не знаю, наблюдения, где происходят какие-то пожары, для проведения каких-то операций, где нужно спасать людей и так далее. Наверное, также я отвечу на вопросы по поводу финансового участия наших компаний. Поскольку эту торговую миссию организует Латвийское агентство инвестиций и развития, то всех, которые в ней участвуют, могут получить софинансирование из такой программы, которая называется «Способствование международного сотрудничества». И финансирование это покрывает 50% от расходов на участие. В принципе, стандартная такая схема участия в выставках, которую организует ЛИА. Напомню, с нами была на связи прямо из Дубая, где происходит космическая выставка, выставка, посвященная космической экономике в рамках Экспо-2020 в Дубае, замдиректора ЛИА Латвийского агентства инвестиций и развития ИВТС-Трубкая. Огромное спасибо за ваши ответы, за то, что нашли время выйти в наш эфир. Удачи! Я так понимаю, вам еще до 30-го числа там работать на стенде и привлекать инвестиции для развития. Вы назвали это маленьким шагом. Будем надеяться, что этот маленький шаг участия в выставке станет большим шагом для развития космической индустрии для Латвии. Еще раз огромное спасибо. Мы же двигаемся дальше. Что у нас в плане? У нас небольшая пауза, после которой должен с нами выйти на связь представитель Рига Снаму Парулднекс. Поговорим, как там у нас с теплом, подключено ли всем, не было ли проблем с должниками и так далее и тому подобное. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио Болтком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова